Чтобы аппетит был отменным, в Чебоксарах успешно реализуется муниципальный проект «Школьное кафе». В этом году победителями конкурса стали 3-й лицей и 61-я школа. Модернизация столовой в столичном лицее номер 3 обошлась в 1 миллион рублей. В проектировании принимали активное участие родители, школьники и учителя. После летних каникул все были приятно удивлены переменами. В столичном лицее номер 3 учатся более 700 детей. Школьники с нетерпением ждут звонка с урока, чтобы на перегонки побежать уже не в столовую, а в новенькое, модное и уютное кафе. Здесь установлена удобная цветная мебель, стилизованы стены, заменено на польное покрытие. Кроме того, увеличилась линия раздачи еды. Теперь есть специальные прилавки для холодных закусок и горячих блюд. Тут все очень красиво, тут все цветное, все яркое. Просто нравится, все серое, все невзрачное. Мне очень нравится, все так стало красиво, цвет. Здесь очень вкусно, кормят, красивый интерьер очень, сюда приходишь, хочешь куда ходить. Здесь очень вкусная еда, все в ярких тонах, красивый дизайн. В лицее говорят, для учеников это не просто кафе, а комфортное место, где дети проводят время между уроками. Детям негде собираться, вот коридоры все прямые, уголков особых нету. Но мы давно заметили, что дети после уроков собираются здесь, общаются, беседуют и даже играют. Ну и предоставить им такую возможность, чтобы столовая не только их кормила, но и была очень хорошим местом для общения, местом, где хочется быть и общаться, конечно, это очень хорошо. Новый учебный год требует много сил от школьников. Над пищей для ума трудятся повара. Все самое вкусное, свежее и полезное, уверяют они. Стоимость питания остается неизменной. Завтрак 23 рубля, обед 46. Помимо обедов, ребята уже планируют устраивать на новой площадке литературные и музыкальные вечера, конкурсы, встречи и мастер-классы с интересными людьми. Проект «Школьное кафе» оказался весьма удачным и будет развиваться дальше. Рифат Фаткулин, Расиль Мухаммедов, Республика.